В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня, накануне Рождества, мы в гостях у известного филолога, профессора кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Елены Душечкиной. А главной героиней нашей передачи является рождественская ёлка. Откуда она появилась в России? Когда зародился столь широко популярный сегодня обычай ставить и наезжать ёлку на Новый год и Рождество? Стала ли ёлка христианским символом или осталась атрибутом светского праздника? Ответы на эти и многие другие вопросы мы попытаемся получить у Елены Душечкиной, автора, изданной Европейским университетом в Санкт-Петербурге, книги «Русская ёлка. История, мифология, литература». Книга, кстати сказать, выдержала уже три издания. Елена Владимировна, когда ёлка, а точнее говоря, ель стала культовым деревом, что ель символизировала на Руси? Ведь известно, что из древней Руси ель считалась деревом смерти. Самоубийц зарывали между двумя ёлками лицом вниз. А строительство домов из ели было под запретом. Вы знаете, ель не во всех культурах является таким священным деревом. Вообще, в принципе, к любой культуре вы обратитесь и всегда найдёте дерево, один из самых главных мифологических образов. Но поскольку вот на территории Севера и Западной Европы, и России тоже ель занимает очень большое место, то оказалось, что всё-таки она стала мировым деревом. Причём с разными её смыслами, и как положительными, так и отрицательными. С одной стороны, реже, но мы встречаемся с елью. Например, на свадьбе иногда, на свадьбе несут её впереди. И какие-то другие смыслы. Но, с другой стороны, ель из-за того, что она всё-таки растёт в низких местах, из-за её колючести, вот такие болочистые места, и она приобрела тематику, смысл, связанный с какой-то чертовщиной. И отсюда возникло такое отношение к еле и еловым местам, как к местам нечистым, там, где прежде всего всякое-всякое нечистье. Не обязательно душу приходит в ель, но это не так распространено, по-моему. А важно, что вообще вокруг этого дерева создалась такая вот не очень благоприятствующая ей семантика, и отсюда пошло. Поэтому отсюда такие пословицы, там, похоронить между двумя елями. И связалась она с некоторыми эвфемизмами, ёлки-палки там и прочее-прочее. И в основном, вот долгое время, народной традиции, именно такая земолька была. Нельзя было сажать ёлку около дома, нежелательно было сажать ёлку около могил, такие вещи, да. Елена Владимировна, действительно ли известный Петровский указ от 20 декабря 1699 года положил начало возникновению обычая новогодней ёлки в России? И когда Пётр, вернувшись в Россию после своего первого путешествия в Европу, он сразу же переделал календарь, перенёс начало Нового года с 1 сентября, который праздновал с 14 века на Руси 1 сентября, и издал указ теперь, как и у всех европейских цивилизованных народов, праздновать Новый год 1 января, и стрелять из пуши, сжечь огни, а также украсить столицу, тогда ещё Москву, елобыми, можжевеловыми, всякими другими, хвойными, деревьями или ветками, ставить у дворов, у кабаков, и причём не говорилось ничего об украшении, вот просто уставить, чтобы вся Москва была украшена. И было украшено. Но дальше никаких сведений нет, как долго это продержалось, я не знаю. Но вместе с тем, вот эта традиция украшения ёлками на Новый год, город или какого-то места именно снаружи, она сохранилась вот в отношении кабаков, талерна, к которым подъезжали, и по ним узнавали, что это кабак, и можно пройти и выпить. И это было до 19 века, я встречалась в литературе, там у Григоровича, других писателей, подъезжаем к кабаку, и там стоят два дерева. Либо на крыше установлена там кособока ёлочка, или у ворот, вот они стояли, да, и поэтому появилось целый ряд выражений, пойдём к ёлке. Кабаки стали называться, связываться с этим. Елена Владимировна, в своей книге вы выделяете 40-е годы 19 века, когда новогодняя ёлка получила наибольшее распространение в России, сначала в двух столицах, затем и в других городах страны. Это было связано с тем, что петербургцы увидели распространённую у приехавших в Петербург многочисленных немецких семей культ новогодней ёлки. Это год, когда ёлка появилась как реклама, и ёлки появились в продаже в кондитерских, хозяевами которых были швейцарцы или романцы, которые знакомы были с ёлкой по Европе раньше. При этом продавались ёлки уже наряженные, и наряженные не игрушками, а всякой кондитерской архитектурой, там, пряниками. Они были очень красивые, небольшие, уже установленные на кресты, и за большую цену покупали своим детям. Она стала распространяться, но она уже была известна в России. Думаю, здесь сыграло определённую роль, что наши немецкие бывшие императрицы, которые появлялись в России, хотели праздновать ёлку так, как они привыкли с детства и стали устраиваться ёлки. А это конец десятых, начало двадцатых годов. Хотя ещё раньше бывало. Всё-таки в Европе никаких точных подтверждений этому нет. Он сделал просто Рождество таким светским праздником. Есть миниатюра, где изображена семья Лютера, и стоит ёлочка. И есть несколько легенд, как Лютер шёл по лесу, снежено прекрасное небо, чистое, и вдруг он подумывал о Боге, и в честь этого, как бы срубил ёлочку, привёз её в дом, и с тех пор, значит, в этой семье ставил праздноваться ёлка. Ну, в XVIII веке я не встречал ни разу, кроме вот Петровской эпохи. Мне кажется, что этот обычай был забыт. Потому что потом, сколько я ни смотрел, описание маскарадов XVIII века, ну, так часто описано везде, там переодевание, разные костюмы, самые невероятные костюмы, но ёлки не было. А потом постепенно, видимо, из царского дома она стала распространяться, из-за 20-х. В начале у петербургской знати, конечно, потом, кроме того, в Петербурге вообще было много немцев, просто очень много, поэтому просто видели в окнах люди, проходящие по городу, что стоят ёлочки. И поскольку это красивое, и, кроме того, подражание европейской моде, всегда было свойственно с XVIII века, по крайней мере, нам, то вот стали как бы в Петербурге устраивать. И указали на 40-й год, 40-й, 39-й, 41-й, 2-й, и пошло особенно, вот, единственная тогда частная гостика «Северная пчела», которую вызывал Булгарин, особенно там много было. Именно таких рекламных, вот, заходите в такую-то кондитерскую, и там будут устроены ёлочки, вы можете приобрести, они там так постоят, они прекрасны, то и всё. Вот в детском журнале, есть уже начало 40-х годов, Ишимова, то есть самая Ишимова, которая Пушкин писала по тени свое письмо перед дуэлью, она издавала журнал «Звёздочка», и там тоже появились вдруг, переписываются две девочки, одна из Астрии, другая из России, и кто как-то встречает Новый год. И у русской девочки ёлки ещё нет, а так подружка её рассказывает, какой ёлк, он её устраивает. И всё больше и больше и больше, шире и шире, или вначале из Петербурга пошло, но потом какой-то просто волной пошло по губернским городам, потом и в усадьбах в 50-х годах устраиваются ёлки, в 19-м веке. Конечно, это было как бы ну и дорогое. Сурбить ёлку в лесу ничего не стоит. Накануне Нового 1917 года Петроградская газета опубликовала фильетон, в котором корреспондент якобы берёт интервью у обывателя, и тот рассказывает, что перед праздниками получил жалование 200 рублей и 100 рублей наградных. Ёлка стоит 16 рублей, украшение к ёлке 25 рублей. То есть получается, что ёлка на Новый год по тем временам была достаточно дорогим удовольствием. Можно ли говорить о том, что культ ёлки был практически создан людьми состоятельными, богатыми россиянами? Конечно, пошло оттуда. Но вместе с тем уже возникала потребность в ёлочках, поэтому появились базары, ёлочные базары на Синой площади, а потом ещё они расширились и на Троицкой площади около Академии художеств, где было очень много самых разнообразных ёлок, в том числе и таких маленьких, не очень дорогих. И устраивались переделеными лавками, вот так в рядок они устраивались и покупали. Они могли быть и не очень дорогие, они могли украшаться какими-то дешёвыми розами. И в рассказах я часто встречала такое представление роскошных ёлок, дорогих ёлок и капризных детей, богатых в домах и хороших детей, которые были счастливы маленькими ёлочками или приносили там их больной бабушке, пели друг к другу. Так что это могли быть очень скромные и недорогие ёлки. До 1917 года в России на детских праздниках была распространена практика разрушения ёлки в конце празднования. Чем объясняется это действие? Вообще ёлка в самом начале, когда она стала всё-таки в Европе и в России распространяться, она стояла один вечер в рождественский сочельник, и тогда устроился праздник, и пускали детей вначале только для своих с подарками, вспомним, челкончиков. Потом ёлка такая красивая, то встали кого-то приглашать, и уже детей было довольно много. Раз один вечер, и кроме того на неё вешались всякие красивые вещи, а кроме того на неё вешались всякие сласти, и печенье, и яблоки, там мандарина, всё, что доставали. То действительно разрешалось детям, если это были большие ёлки в богатых домах, просто буквально залезать на эту ёлку и ломать её, и она была вся щипанная, разбитая. И кроме того, это играло ещё какую-то для детей психотерапевтическую роль, потому что они были настолько возбуждены, что нужно было как бы всю свою энергию, наконец-то, что-то вложить. И праздник, этот обряд, как бы назывался, вот рушением ёлки, разрушением ёлки, ломанием ёлки. И дальше она выставлялась или на черную лестницу, или выносилась во двор сразу на помойку, или на чердак, как мы, наверное, по рассказам. Многое соответствует с западом. По сказке Андерсона, как ёлка рассказывает мышам про то, как она замечательно жила в лесу, и про тот прекрасный момент, который она пережила на праздник, и я её с святеецем спрашиваю. Елена Владимировна, а когда ёлка стала христианским символом в России, и стало ли? Ведь известно, что Святейший Синод вплоть до эволюции 1917 года издавал указы, запрещающие устройство ёлок в школах и в гимназиях. Здесь сложнее. Собственно говоря, и в Европе она вначале была не христианским символом, потому что ещё некрещённые вот германские народы, как говорят, приходили в лес на Новый год и устраивали некоторое ритуальное торжество вокруг ёлочки. Обвешивали её тряпочками, что они там делали, не знаю. Потом они её стали приносить на Новый год. А потом она действительно связалась с Рождеством, она стала рождественским деревом. В России тоже она связалась с Рождеством. И как бы была традиция, это вот Владенец Христос приносит детям, Иисус Христос приносит детям к этому Рождественскому применению. Что они там делали, не знаю. Потом они её стали приносить на Новый год. А потом она действительно связалась с Рождеством, она стала рождественским деревом. В России тоже она связалась с Рождеством. И как бы была традиция, это вот Владенец Христос приносит детям, Иисус Христос приносит детям, к этому «Рождественская звезда» и прочее. И это во многих семьях осталось, что это символы Рождества. Но постепенно в России происходил обратный процесс. Она начинала приобретать всё больше и больше как бы такой вот светский, а не христианский характер и в связи с праздником, который устраивался и прочее. Она стала посланницей русского леса. И её стали украшать игрушками, связанными с лесом, зайчики, мишки и прочее, вообще явление было двойственное. И христианское, и языческое. И каким-то образом это соединялось. И на Западе возникли новогодние доречили. Но на Западе это чаще всего связано со святым Николаем, который, помимо того, что он спасал моряков во время пули, он ещё был детским покровителем. И тогда приносили на зимнего Николу в начале декабря. Но постепенно вот эта добыча стала переноситься на Новый год, связанный с Рождеством. Здесь всё так вот было как бы не очень-не очень точно выписано, я бы сказала. Нельзя сказать вот так, так, так и так. Здесь всё как бы расплывалось. И возник Санта-Клаус. Это тоже своя история, по которой существует колоссальная литература. Вот там в Америке, в Европе, откуда он взялся. Легенда продолжает формироваться в процессе жизни. Каждый новогодний даритель получал своё имя у разных народов. Там Фарда Крисмас, или Санта-Клаус, или Святой Николай. Ещё-ещё есть какие-то названия. А по-русски получился Дед Мороз. И вот такого названия Дедушка Мороз, как признак некоторого родства, родства и доброты, что он приходит и дарит подарки, такого не было ни у кого. И поэтому появилась связь с предками в результате этого Деда Мороза. Приходит ночью, и он, как антропоморфное явление, он не появляется нигде на ёлках. Другое дело, что очень интересно посвидеть по истории ёлочных игрушек. Вначале были звёздочки, шары, рифлеемская звезда, яблоки тоже символические, фрукты, печенья от западных облаток, но тоже появилось обязательно какие-то фигурные печенья. Потом появились игрушки, шары. Потом стали появляться и ангелочки. Вот то, что связано всё-таки с христианской традицией. Но когда она стала... Вот тут лес, привезли ёлку, то появились вдруг зайчики, вдруг медвежата. Рассказывают на эту тему. Появились, как там зайчики празднуют ёлку в лесу. И как медведь пришёл, и всё, и их у них разломал. Так что ёлка стала как бы больше связана с русским лесом, из которого её привозили. И она представляла собой русские леса. И как можно больше, как можно лучше и прочее. И очень любопытная вещь, особая, когда, во время первой эмиграции, ностальгия приходила с наибольшей остротой. Именно под Новый год. Потому что это семейный праздник и праздник памяти. И тогда вспоминалась ёлка. В эмигрантских рассказах, где ёлка присутствует, или ёлка вспоминается громадное количество. Ёлка, которая пришла с Запада, вместе с тем вспоминается именно как русская ёлка. Здесь ёлки, что здесь за ёлки? Это же вообще не ёлки. Вот у нас были ёлки. Вот русская ёлка, это да. И начинались такие привлечения иногда. У очень многих писателей этого времени мы встречаем эту тему. И она очень такая болезненная и тяжёлая. Там русский бедный эмигрант придёт по городу, по Берлину, везде горят ёлки, а я один, и, значит, у меня нет этой ёлки. Она стала символом России, который с тяжестью вспоминает эмигранта, потерявшего свою родину. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязунков. В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня о рождественской ёлке, о том, как и когда она появилась в России, о том, как возник столь широко популярный сегодня обычай ставить и наезжать ёлку на Новый год и Рождество, мы беседуем с доктором филологических наук, профессором кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Еленой Душечкиной. Елена Владимировна, как менялось отношение властей и общества к рождественской ёлке после большевистского переворота 1917 года до знаменитой статьи кандидата члена политбюро Павла Постышева под названием «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку». Ну, естественно, вначале было не до ёлки. Кто мог, тот ставил, кто не мог, тот не ставил. Но время было такое, что всё-таки ёлки устраивали очень редко. И Чуковский пишет в своих дневниках, что шёл по городу, и смотрю, стоит продавец ёлок один, и никто не покупает. Ёлки дорогие. Продавец говорит, что надеялся на праздник, заработать какие-то деньги, но не получилось. В другом месте, тоже в дневнике у Чуковского, он пишет, «Дети устроили нам подарки на ёлки, они хранили, сухарики засушивали и завернули в это и подают. Скоро мы поверим в то, что приходит Санта-Клава, с Туалютным Асаней Грушенко, как-то так». И вот эта всяко устроенная всё-таки такая у неё ёлка, она напоминала о мирном времени, уже тоже отодвинутом войной, ёлка на Первой мировой войне, тоже своя тема. Тема из-за стихов, там Маяковский, многое другое. Кто мог, тот устраивал, да. Об этом вспоминает Булгаков в Белой гвардии, там вот это были такие-то ёлки, а сейчас страшная рана. Но никаких указов, естественно, не было. Перенос изменения календаря, которые вовсе не Ленин придумал, а об этом говорили гораздо раньше, но все говорили не своевременно, не своевременно, но всё-таки календарь сменился в 18-м году. Но это считалось, что как бы советское. Многие праздновали по-старому. Не знали, как и праздновать, по-старому или по-новому. Потом стало немножко легче, да, и в 22-м году ёлки устраивались, школы даже устраивали. Но потом, с 25-го года, началась антирелигиозная кампания, которая всё усиливалась, всё усиливалась. И в 29-м году была введена пятидневка, Рождество стало рабочим днём. Было запрещено Рождество, были запрещены ёлки. Вот тогда говорили о том, что довольно много таких свидетельств, о том, что ходили люди по улице специально назначенные и заглядывали в окна, где горит ёлка. Но чтобы за это наказали, сажали и расстреливали, об этом не было. Это был такой период относительно небольшой, вот острой борьбы с 29-го по конец 36-го года. Собственно говоря, 7 лет. Тот, кто любил ёлки устраивали, даже в детских садах устраивали, кто хотел, ёлки устраивали. Посылали дворников, дворники любили ёлку на несколько частей, привозили в мешках домой, там складывали её, ёлку устраивали. Но вместе с тем она всё-таки была под запретом. И вдруг это невероятная стихия, давайте устроим детям советскую ёлку. Что? Почему? Как? Ну, Хрущёв, например, вспоминает, что приехал Пустышев из Киева, и они, Пустышев, Хрущёв и Сталин, ехали на машине по Москве. И Пустышев говорит, а что, Иосиф Писелёнович, не устроили ли нашим детям ёлки? А этот 36-й год, это уже, между прочим, то было время, когда какие-то старые традиции стали восстанавливаться. С одной стороны, был террор, с другой стороны, спор, челюст, стакана, жизнь как будто бы шла своим путём. И Сталин ему говорит, а вот вы и напишите статью. И он написал эту статейку. И причём, как всегда, совершенно обязательно, ведь должна быть ёлка, везде, везде должна быть ёлка. Статья вышла 29 декабря. И можете представить, в каком ужасе оказались школьные работники, детсадовские работники, клубовские работники, не знали же, что делать. С одной стороны, всё-таки что-то они помнили, но они не знали, можно ли Дед Мороза, можно ли звезду, какая должна быть звезда, можно ли это. И в какой-то суматохе ёлка всё-таки была устроена. Везде, не везде, но всё-таки прошло. А перед этим стали вдруг осуждаться директоры базаров, на которых не было ёлок. Сейчас же надо ехать за ёлками. И вот тульские крестьяне поехали в лес за ёлками. Всё-таки как-то в суматохе, но устроили. А во время 38-го года уже было написано несколько таких методистик, как устраивать ёлки, что можно, что нельзя, как делать игрушки. И дальше они пошли всё больше и в большей степени стали появляться. Ну, а дальше, конечно, особая тоже тема война. Война и ёлка тоже. Булаг и ёлка. Масса материалов, значит, как приносили из одной камеры в другую. Там какую-то ёлочку. Это эстонским сосланным родственники присылали посылочки с ёлочными игрушками, устраивались ёлочки. А ёлок кругом не было, не было там в каком-то месте. Но вырубили маленькую сосенку и тоже нарядили, и все очень радовали. Ёлка стала как носителем добра и тепла. Это такой очень важный символ. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербурга. Свободы». Сегодня о рождественской ёлке нам рассказывала доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета Елена Душичкина. Вёл программу Виктор Рызунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Санкт-Петербургского государственного университета Елена Душичкина.